Приветствую вас, друзья, на канале Техносим. Вчера произошло очередное знаковое событие в истории Трэнси-Ворд. Вышел очередной британский маршрут, а Британию они делать умеют. Это маршрут из Коства, южное побережье Британии, из Брайтона на восток получается. И в комплекте с этим маршрутом идет вот такой замечательный электропоезд класс 377. Ну, это один из любимых моих британских поездов. Сегодня мы немножко с ним познакомимся, кататься не будем. К сожалению, у меня нет времени записать полную серию. Электропоезд, значит, он стандартно идет в четырехвагонной составности, но может эксплуатироваться также по 8 и 12 вагонов, то есть 2 или 3 секции. Питается он от третьего рельса. Обратите внимание, контактной сети здесь нет. Но у нас есть, собственно, вот этот третий рельс. Вот он, передний токосъемник, он у нас сейчас сошел немножечко. Но следующий у нас стоит ровно на этом рельсе. Здесь мы видим обычную тележку. Вагоны у нас не спаренные. Тележка на пневматической подвеске. Ну, собственно, внешне здесь больше особо смотреть нечего. Давайте поднимемся на борт и посмотрим на его оборудование. А оно у него довольно интересное. Открываем сдвижную дверь кабины. Это у нас задняя кабина. Сразу обратите внимание на то, как она устроена. Здесь такая же половинка, как и во многих других британских поездах. Но посередине должен быть проход. Как вы видите, его здесь нет. Его нет из-за очень интересной конструкции кабины. Вот. Проход у нас образуется закрытием этих двух дверей. А вот эта дверь фактически складывает часть приборной панели. То есть, если мы запремся здесь, закроем вот эту вот половинку, у нас машинист просто не сможет сесть, потому что на месте головы будет пульт. Давайте откроем. И когда у нас поезда работают в двух- или трехвагонной составности, вот эти дверки вот так закрываются. Открывается вот эта дверь, складываются жалюзийные дверки, и пассажиры могут, собственно, проходить в следующий состав. Также, когда сложена дверь кабины, здесь есть еще вот такая вот сдвижная дверь. Когда сдвижные двери закрыты, открыть дверь кабины невозможно, потому что ее ручка как раз у нас оказывается в проходе. Вот таким образом ручка оказывается вот здесь. Ну, давайте вернемся в кабину. Закроем все, что мы наоткрывали. Разложим кабину. А здесь у нас место помощника машиниста или кондуктора, не знаю, кто у них ездит. Можно, соответственно, разложить или сложить, можно на него сесть. Такое вот небольшое тесное помещение, которое отгораживается от основной кабины. Оно интересно тем, что здесь есть пульт управления дверями. Есть звоночек. Кнопки открытия двери, кнопка закрытия дверей. Также в этой кабине расположена кнопка экстренного торможения. И включение систем безопасности. Они стандартные для британских прерывных поездов. AVS, DSD, контроль бдительности, еще какая-то была. Вот ДРА. Кто не знает, AVS, это система, которая проверяет бдительность машиниста при проезде путевых магнитов. DSD и контроль бдительности, это одна и та же система, по сути, которая проверяет бдительность машиниста с определенной периодичностью. Аналогично немецкой системе СИФа. Система ДРА, это такой напоминатель водителя, напоминалка для, перевел дословно, напоминатель для машиниста. В случае, если он останавливается, например, на станции и на выход горит красный свет, который, например, не видно из-за панели, он может вытянуть вот эту кнопочку ДРА. И тягу у него не дастся, если он даже переведет контроллер в тяговое положение. То есть, она как бы ему напоминает, что, ага, я нажал эту ДРА, я должен что-то проверить, посмотреть, встать там, глянуть на светофор или что-то еще проверить. Вот такая система. Ну, мы сейчас в задней кабине, я ее включать не буду. С этой стороны мы закончили, также есть шторка, но это уже для эстетов. Открывается окно. Все, больше в кабине помощника машиниста ничего нет. На задней панели машиниста есть щиток, на котором ни один автоматический выключатель не работает. Давайте пока что сядем. Сейчас мы перейдем в заднюю кабину. Давайте начнем слева. Здесь у нас, как обычно, включаются огни. Несмотря на то, что написано «хвостовые огни», это имеется в виду огни не противоположной кабины, а именно этой кабины. То есть, мы можем отключить обычные фары. Вот обычные огни, свет пропал на стенке. И включить хвостовые огни включены. Если мы сейчас выйдем, вот красненькие у нас огоньки появятся. Возвращаемся в кабину. Соответственно, в передней кабине нам подобает включить передние огни. Включение вспомогательного питания используется при запуске холодного поезда. Там включается питание от аккумулятора, вспомогательный компрессор. Короче, все, что нужно, чтобы нам привести в поезд в движение. Тут есть некие кнопки, главный выключатель, понятно, вот это вот разомкнуть, вот это вот замкнуть. И DC System Select. Я, к сожалению, не нашел, за что он отвечает, так как этот поезд работает только на постоянном токе у нас. Ну, есть какой-то вот выбор системы постоянного тока. Если знаете, за что эта кнопка отвечает, напишите в комментарии. Это управление кондиционером, то есть можем поставить им потеплее или похолоднее. Режим работы кондиционера, только вентиляция, поддержание температуры, максимальный обогрев. И обогрев пола некий. Full Head Only. То есть это действительно, видимо, есть в поезде именно обогрев пола. То есть все для вас, весь комфорт. А далее сигнальный звонок такой же точно, как и на месте помощника машиниста. Подсветка документов, это вот этот вот зажим подсвечивается. Также здесь работает, обратите внимание, вот этот дисплей. Он отображает открытые двери. Причем дверь H, вот эта вот маленькая, это дверь именно машиниста. Если мы ее закроем, вот у нас H стало синеньким. И, соответственно, все остальные двери, это двери состава. Если мы закроем их, то, соответственно, они станут тоже синими. А если мы идем в составность из двух или трех поездов, то вот здесь вот появятся еще два таких же поезда и также будет контроль состояния дверей. Так, давайте откроем двери обратно. Так как у нас начинается посадка пассажиров. И рассмотрим вот этот пульт. Здесь у нас все обычно. Главный ключ, реверсивный ключ. Сейчас мы пока все это выключим назад. Так как это у нас задняя кабина. Здесь имеется... Так, сейчас начнем вот отсюда. Обычный двухтональный сигнал, который у нас используется на всех английских поездах. И также есть вот такой вот глухой свисток, который очень напоминает мне российские электрички. Освещение кабины. Понятно, что это такое. Вот это управление дверями. Есть кнопка, значит, разрешить открытие двери, разрешить открытие всех дверей. Разницы в них я пока не понял. Но также есть кнопочка вот эта SDO Relays, выборочное управление дверями. Про нее информацию я нашел. Правда, не нашел, как это в реальности настраивается. Но тем не менее. Суть ее в том, что не все платформы вмещают полностью состав. Особенно, когда у нас 8 и 12 вагонная составность. И вот эта кнопка позволяет открыть двери только на части поезда. То есть, какая-то часть поезда вошла на платформу. И этой кнопкой мы можем открыть дверь, например, только на передних четырех вагонах. Вот такая вот система. Что у нас здесь? Это у нас индикатор питания. Это индикатор срабатывания главного выключателя. Это кнопка для сцепки. Зачем она вынесена в кабину? Потому что в Британии очень многие поезда, например, отправляются от начальной станции в 12 вагонной составности. На какой-то промежуточной они расцепляются там на 2 или 3 части. И каждая из них следует на свое ответвление. Поэтому вот управление сцепкой из кабины очень удобно. Машинист садится в промежуточную кабину. Нажимает кнопку, отцепляется. Передняя часть там уезжает по другим машинистам. И он, собственно, продолжает свой путь. Число вагонов в составе. Интересная вещь. На каждой платформе стоит знак. Остановка, допустим, 12 вагонного состава или 8 вагонного состава и так далее. И вот эта вот напоминалка для машиниста. Сколько вагонов в составе. Например, 4, 8 или 12. Точно так же, если он отправился с конечной 12 вагонной составности, он может отцепить где-то 2 вагона, поменять себе. И у него будет напоминалка, что у него 8. Ну вот у нас сейчас 4 вагона. Подача песка понятна. Когда у нас рельсы влажные, можно подать песок, не будет боксования. Эта кнопка не реализована. Это у нас подтверждение неисправности. Если у нас загорается огонек неисправности, мы вроде как подтверждаем, что да, мы приняли информацию о неисправности. TWPS это система защиты поезда. Во всяком случае, насколько я знаю, когда срывают в салоне стоп-кран, то можно без восстановления стоп-крана нажать вот эту вот кнопку обход остановки TPS и поезд будет управляем с сорванным стоп-краном. Возможно, в каких-то еще аварийных ситуациях эта система его останавливает и вот эта кнопка ее обходит. Насколько я знаю, в симуляторе, по крайней мере, в Transimworld, она у нас не реализована. Собственно, AWS это у нас красный огонь обозначает, что система безопасности отключена. Сейчас мы перейдем в другую кабину, включим их. Это кнопка AWS, подтверждение проезда магнита, который находится у нас перед желтым и красным сигналом. К ней также относятся, не знаю, есть в этой кабине или нет, так называемый подсолнух. Подсолнуха тут, однако, нет. Так, следующее. Это, опять же, пульт управления правыми дверями. Вот это вот левые двери, это правые двери. Также точно выборочное управление, открытие дверей, открытие всех дверей. И закрытие двери. Hazard Lights, это у нас типа аварийной сигнализации на автомобилях, просто мигают буферные огни. Это расцепка. То есть вот сцепка у нас слева, а расцепка у нас справа, и она защищена специальной крышечкой. Сигнал я вам уже показал. Это стеклоомыватель, он здесь не реализован. И управление дворниками в трех режимах и остановка. Ну, вот такой повторяющийся режим. И два режима медленный и быстрый. На этой панели ничего не реализовано, по крайней мере, я не нашел. Радиостанция не реализована и дисплеи не реализованы. Насколько я знаю, сюда выводится видео с камер, которые у нас показывают, что творится на платформе. Насколько я знаю, вот здесь находится камера, если я не ошибаюсь. И вот сюда можно вывести изображение с этой камеры. Так, еще что я вам не показал, вот этот дисплей. Тут у нас в стандартном варианте идет изображение составов и открытых дверей. Но есть такая кнопочка, называется она PIS. Это не значит, что нужно пописать. Это у нас расшифровывается Passenger Information System. Информационная система для пассажиров. Если мы нажмем ее, мы сможем выбрать наш пункт назначения. А в данном случае поезд у нас идет в Брайтон, поэтому нам нужно кнопками Up, Down, Вверх и Вниз выбрать станцию Брайтон. Я надеюсь, тут по алфавиту, да, вот она Брайтон. Confirm Selection, подтвердить выбор. И если мы выйдем из поезда, мы увидим, что... Так, не увидим. С той стороны, да? Вот в том окошечке над машинистом указатель Брайтон. Также он дублируется на каждом вагоне сбоку. Вот Брайтон. В списке много лондонских, прошу прощения, много британских станций. Но также тут есть такие надписи, как Not in Service, то есть такой поезд, который сейчас следует не по маршруту, например, в депо или еще что-то. А также специальный поезд. То есть, допустим, какой-то туристический. Эти все пункты также работают. Если мы их выберем, у нас на табло будет Special. Также это табло есть вот здесь вот в пассажирском салоне каждого вагона. В данном случае выбираем Брайтон. Обратите внимание, что есть многие станции, которых еще нет в 3NC World. Намек это или нет, я не знаю. Возможно, это просто вся сеть, по которой в реальности ходит этот поезд. А также есть кнопочка Location Not Listed. Я так понимаю, эта кнопка нужна для ввода вручную какими-то буквами, но здесь она не работает, к сожалению. То есть, на нее нажимаешь и ничего не происходит. Просто сбрасывается в пункт назначения. Вот. Подтверждаем Брайтон. Выходим. Также здесь есть часы и дата. 11.30. Эти часы полностью соответствуют игровым часам. То есть, можно записать себе расписание, которое вызывается буквой Т. И ехать без интерфейса, руководствуясь вот этими часами. Так, в задней кабине мы все посмотрели. Раскладывать, наверное, мы ее сейчас не будем. Буферные огни у нас включены. Передние отключены. Закрываем дверь и меняем кабину. Давайте пройдем здесь, по салону. За этими дверями находятся места первого класса. 8 мест со столиками и 2 места вот таких интересных. Это если ты едешь один, можешь присесть здесь. И также можно откинуть столик и покушать на нем. Это места у нас обычного класса. Они тоже со столиками, но они не отделены. А вот здесь вот идут уже места без столиков. И не лицом друг к другу, а как бы по самолетному типу. Здесь за жалюзями возможно хранятся огнетушители. Я это точно не знаю. Так, вот с этим глюком я уже сталкивался, что невозможно пройти между вагонами. Причем не на всех поездах почему-то он мне встречается. Видимо, на этом вот он как раз попался. Ну, так в целом глюков я по маршруту не заметил. Здесь у нас имеется туалет с пеленальным столиком. Курение, конечно же, запрещено. Курение приведет к срабатыванию тревоги, ну, сигнализации и поезд будет остановлен. И там есть ступенька. Здесь такой же вагон. Часть мест лицом друг к другу со столиками, часть мест по самолетному. Также и здесь уже есть трехместные лавки, места для багажа. Так, здесь больше ничего нет. И есть еще у нас один хитрый вагон с местом для инвалидных колясок. Здесь тоже обычные места. Вот он этот вагон. Здесь есть вот такое вот специальное место, где можно поставить... Даже они называются... Места для людей с ограниченными возможностями. Можно поставить сюда коляску. И здесь есть специальный туалет для людей тоже с ограниченными возможностями. Кнопочкой должна открываться дверь. Куда-то, видимо, она сдвигается вот сюда за стену. Огромная дверь. Ну и следующий вагон, это у нас противоположная голова. Здесь также все места у нас из двух сидений состоят. И имеется небольшой отсек первого класса. Давайте войдем вот таким способом в кабину. Вы извините, кто? Это мое место. До свидания. Вот что нужно сделать с этой кабины. Нужно, во-первых, запомнить сторону, которая у нас справа. Верхняя сторона справа. Чтобы правильно контролировать открытие дверей или куда-нибудь неисправность дверей. Брайтон у нас установлен. Включили ключ. Выбрали положение вперед. Закрываем дверки. Прошу прощения. Справа. Прошу прощения. Контролируем погасание красных ламп. Поезд готов к отправлению. Что вам еще показать? Здесь есть также круиз-контроль. Мы можем повернуть вправо. И если вы видите, то на спидометре вот эта желтая метка у нас встает на заданную скорость. Стартовая скорость заданная у нас. Я не переключился на мили в час, то по-моему там 20 мили в час. Сейчас уже не буду переключаться. Вот. Включается она вот этой желтой кнопкой, но нужно, чтобы контроллер стоял в режиме тяги. Давайте включим систему безопасности. EVS. Сразу же нужно ее пойти сбросить. А, вот он цветочек. Я его не заметил. Вот эта штука называется подсолнух. А когда у нас EVS срабатывает, при проезде, допустим, желтого сигнала или при подъезде к красному, загорается вот этот подсолнух весь. Когда мы нажимаем сброс, от него остаются только лепесточки. Вот когда он перестает действовать, он гаснет полностью. Включаем систему DSD, Driver Safety. Включаем проверку бдительности. Это одна система по сути. И также мы можем включить ДРА. ДРА это у нас вот эта штука. Видите, со включенной ДРА она загорается красным. И если мы дадим тягу, когда горит ДРА красным, у нас, соответственно, тяга не дастся. Ток на двигатель не пойдет. Отключаем ее. Переводим в положение тяги контроллер. Все, поезд идет. Как я уже сказал, когда контроллер в положении тяги, мы можем просто нажать желтую кнопку, она загорится. Давайте добавим до четвертую позицию и проконтролируем. Поезд не должен превышать заданную скорость 20 миль в час. Так, я даже немножко перекрутил тут. Ну, допустим, у нас было бы 20. То есть, как вы видите, четвертая ходовая позиция и скорость он у нас не превышает. Если мы немножко увеличим, допустим, поставим 25. Поезд сразу же разгонится до этой скорости. Вот и все. Это все основы работы с поездом. Давайте его остановим. У нас есть три тормозных позиции и экстренное торможение. Вот таким образом осуществляется остановка. И если мы остановились на красный сигнал или еще в каких-то обстоятельствах, которые требуют внимания, мы можем актировать ДРА, чтобы случайно не уехать, забыв выполнить какие-то действия. Вот такое небольшое знакомство с этим замечательным поездом. Один из моих любимых поездов еще с Railworks. Спасибо за просмотр. Буду рад любым комментариям.